Его называют самым ценным богатством, оно у нас одно и достается даром. Речь о здоровье. По оценке специалистов, оно только на 10% зависит от качества медицинской помощи. Остальные 90% это, к примеру, социальное и экономическое благополучие, образ жизни и многое другое. Как российские города превратить в здоровье сберегающие территории? Об этом шла речь на межрегиональной конференции «Здоровье городской планирования. Основы качества жизни населения», которая прошла накануне Дня города Чебоксары. Экология, питание, качество воды, занятие спортом, образ и условия жизни. Так называемая медицинская модель здоровья, которая доминировала в 20 веке, в 21 вытеснилась моделью социальной. Конечно, правительство города заставить чебоксарцев, к примеру, заниматься физкультурой не может. Но создать условия для этого вполне. О том, что еще можно сделать, чтобы в российских городах люди становились здоровее, шла речь на конференции. Государственная политика и федерального центра, и президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина направлена на сохранение и преумножение здоровья нации. Ибо все миллиарды, которые выделяются на сегодняшний день на здравоохранение, на физическую культуру и спорт, ничего не будет стоить, когда мы не вовлечем самих граждан Российской Федерации, самих жителей регионов, самих горожан. И на самом деле мы пошагово идем для того, чтобы вовлечь по максимуму наших жителей, наших горожан, чтобы занимались физической культурой и спортом. В международном проекте «Здоровые города», который объединяет тысячи городов и три десятка стран, Чебоксара задействовано уже 10 лет. За это время сделано многое, не только в плане спорта. За годы работы в проекте город добился значительных результатов. Так возросла численность населения столицы. Ежегодно растет рождаемость. В городе построено более 60 спортивных объектов. Немаловажным фактором стало улучшение жилищных условий горожан. Большое внимание городскими властями уделяется экологическим вопросам. Серьезным шагом улучшения экологической обстановки стало начало строительства полигона для утилизации твердых бытовых отходов. Чебоксарам есть чем похвастаться перед представителями других городов. Но есть и чему поучиться. Пожалуй, главная задача конференции – обменяться идеями. Я с большим удовлетворением прослушал доклады главы республики о том, как и республика, и город Чебоксары, какой вклад они вносят в этой области. Например, что мне понравилось, на что я хочу обратить внимание. Да, обязательное требование, чтобы в школах не курили, причем не курили учителя. Второе, и то же самое относится и к медикам. Мне кажется, что в профессиональной среде это очень важно, иначе, как говорят врачу, есть среди сам. Второе, что мне очень понравилось, что аптеки городские заключили соглашение о том, что они не должны предлагать алкогольные суррогаты. Вот из каждой поездки я стараюсь привезти что-то полезное. Кстати, оздоравливают в республике не только жители и столицы. В будущем году мы будем отмечать уже не только движение «Здоровые города». В будущем году будет десятилетие ассоциации «Здоровые города, районы, поселения». То есть это говорит о том, что за городом Чебоксары пошло движение в целом по районам и по всей республике. Успехов, судя по всему, много, но и работы еще немало. В этом деле главное не останавливаться.